Презентации Новоузенского и Откарского районов завершилась в эти выходные серия ярмарок на главной площади губернии Театральной в Саратове. Однако нашему специальному корреспонденту Светлане Бородич удалось выяснить, последует не менее интересное продолжение. Начали еще в мае. И за несколько весенне-летне-осенних месяцев саратовцы и гости города уже успели привыкнуть. По субботам здесь на Театральной площади шумит, бурлит ярмарка. Купить можно все, что угодно. Цены обычно ниже, чем в магазинах. И все главное свое. Придуманное, выращенное, сделанное на родной Саратовской земле. Ведь не районов так и задумывались, как крупномасштабная, яркая, творческая акция под лозунгом «Покупай, Саратовская». А еще попутно узнаваем, чем, как живут в нашей глубинке. Вот, например, в Новоузенском, одном из самых отдаленных районов. Все знают, что район крупный производитель товарного зерна, твердых сортов, мяса, шерсти, молока. На ярмарке всем этим успешно торговали. А еще привезли рыбу. И здесь же делали баурсаки. Многим понравилось. Очень много народу сегодня попробовало. Мы полмешка теста привезли, полмешка теста замешивали. Все раздали. Вот, очень интересно тоже. Из Новоузенской шерстяная акварель. А вот так юные новоузенцы вышивают бисером. Это работа 11-летнего мальчика. А как гостям на ярмарке? Конечно, очень нравится, потому что дети готовились с удовольствием. Откарский район привез ягоду, мед, веники. И для дома, и для бани вкуснейшую сметану, хлеб, какие-то необыкновенные конфеты своего местного производства. И тоже очень одаренных, необыкновенных детей. Все они занимаются в Доме творчества. Кто делает вот таких кукол, кто вышивает. А это, не поверите, нарисовано, но не карандашом, нитками. Губернатор долго расспрашивал и о ребятах, и о самом Доме творчества. Сегодня очень рада тому, что дополнительному образованию было уделено сегодня вот такое внимание губернатора. Для нас, поверьте, это очень важно. А тут так, пяшет любой, если желание есть. За эти почти 7 месяцев в Днях районах приняло участие около 130 творческих самодеятельных коллективов и более 2000 производителей зерна, молока, мяса, чего только не видела театральная площадь, чем только не радовала. Когда у людей хорошее настроение, вот мы вместе с ними радуемся и спрашиваем у них, что надо не завершать, говорят, а продолжать ярмарки. Поэтому мы обязательно будем просить наше министерство сельского хозяйства, наше главу муниципальных образований, для того, чтобы по возможности надо все-таки это продолжать, если это удобно для наших жителей. Так что теперь на смену дням районов придут предновогодние ярмарки и новогоднее рождественские ярмарочные гуляния. Покупай Саратовское, мы еще услышим.